Спокойной ночи малыши посмотрели, барашек всех пересчитали, а сна всё равно не в одном глазу. И так каждую ночь. Давно ли вы свою любимую подушку-подружку проветривали? Может причина в ней родимой и кроется? Несоблюдение норм гигиены пуха перьевых подушек может привести к ряду заболеваний человека. Натуральные наполнители представляют собой благоприятную среду для существования и размножения перьевых и пылевых клещей, различных грибков, около 16 видов и других микроорганизмов. Особенно опасны для здоровья человека клещи, так как продукты их жизнедеятельности являются сильнейшими аллергенами. Ой, какие страсти! Воспользуемся проверенным средством. Помнится, ещё бабушка так делала. Срочно отправляемся выбивать пыль до клещей из главного атрибута сна. Хорошенько поколотим пушинку и прокалим её на солнышке. Эй, клещи, вы ещё здесь? Здесь. Да, кажется, верный спутник по миру снов безнадёжно загрязнён. Ничего не остаётся, как расстаться с той, что служила верой и правдой долгие годы. Всё равно тебя не брошу! Ты хорошая! Мы что-нибудь придумаем. А что тут думать? Если вы настолько привыкли к своей подушечке и никакая другая её не заменит, обратитесь к подушечным докторам. Они её быстро на ноги поставят, вернее, на кровать положат. Здравствуйте! Здравствуйте! Учистку подушек производите? Производим. Но не только подушек, и одеял, и перин. Всё, что пухопировое, всё чистится. Вот она, современная подушковая медицина. А главный доктор не понаслышке знакома со всеми болезнями своих подопечных. Вот сколько пыли и сколько грязи убирается, это вообще... Сразу видно, что потом будут спать на подушках и чувствуют себя намного лучше. Это же всё вдыхается в пыль, это всё вдыхается в лёгкие. Вот тебе и аллергия, и нарушение сна, и неприятный запах от пропитанных потом подушек. Чистка жизненно необходима. Начнём с выбора нового наперника. У нас есть без кантика, и есть с кантиком. С кантиком оно не пропускает перо. Тогда, конечно, лучше с кантиком, чтобы пёрышки не кололись. Обёртку выбрали, заполним её чистым пером. Поможет нам вот этот агрегат. В первый отсек мы помещаем наперник, а во второй высыпаем старые добрые перья. Я поднимаю пёрышко, всё, пыль отсасывается. И ультрафиолетовые лампочки убивают клеща. В этой хитроумной машине перо проходит несколько этапов чистки. Сначала лампа убивает клеща, а пыль собирается в пылесборник. Затем перо пролетает по своеобразному лабиринту, в котором остаётся вся грязь. Что вы доставали из подушек? Ой, всё, что угодно из подушек доставали. И вот видите, какой мусор, и семечки, и крупа, и ости, и палочки, и иголки с булавками. И вообще всё, что угодно. Самое необычное. Да, да, да. Даже пуля была. Ни на чём мы только не спим. Зато после такой процедуры можно быть уверенным, что под вашим ушком настоящая чистая здоровая подушка. Такое лечение стоит 200 рублей и рекомендуют его проводить раз в год. Ведь лучше лечить подушку, чем бессонницу. А с такой чистюлей вы точно заснёте самым здоровым и сладким сном.